А не то, как я выгляжу, это все так, они думают, не провалиться бы, значит, они имеют в виду, что сохранить бы мысль в голове, не забыть бы то сказать, это вообще всегда перед выступлением. Но если они вспоминают, я тебя сейчас научаю, если в этот момент волнения вдруг вспоминаешь, что ты им полезен, что-то такое скажешь, даже вот столичка, вот столичка, ты им скажешь, полезен? Ты снимаешь уже? Нет? Да, молодец, какая-то. Да можно и было не спрашивать, мы бы так продолжали. Я сейчас увидел, что Валера тоже снимает, оказывается, ну вот, полезно, полезно. Мы никогда не делаем вот такую в нашей школе, чтобы писать отзывы, наше мыло, лучшее мыло в мире, там туда-сюда, да, как обычно делают, а потом и забывают о каком методе шла, речь и так далее, меняется моды, там, и так далее. Полезно для людей. Вот, я тебя сейчас попрошу, ты даже сам мне сказал, можно ли что-то такое им скажу, людям, которые этим интересуются, вот, потому что я не все могу сказать в своих роликах, это естественно. Вы мои впечатления не можете сказать, вы в чем делаете? Да, да, да. Это только мои впечатления. Да, да. Вот скажи, пожалуйста, Юра, вот ты позанимался, при чем, вот, скажи, вот, что было им повязано, вот такое вот, на что обратить внимание? Ну, во-первых, я приехал со стрессом. Я со стрессом приехал, который, в общем-то, я осознал. И я понимал, что метод, он меня удерживает в определенном состоянии, но он всего лишь навсего удерживает, мне нужно избавиться от него. А, то есть ты раньше занимался, и он тебя удерживал в каком-то состоянии? Ну, в более-менее стабильном. То есть я эту стабильность начал понимать. Благодаря ключу я начал понимать, что я в определенной стабильности. И, наверное, это основное, что меня привело к автору, потому что я понял, что оно работает, причем работает моментально. То есть ты его взял где-то на видео или там книжкой где-то взял? Да, я много пересмотрел ваше интервью. И ты им уже пользовался? Сколько времени? Ну, наверное, месяца четыре. Месяца четыре. И это тебя удерживало в каком-то стабильном состоянии? Да, это мне позволяло, по крайней мере, осознавать ситуацию, по крайней мере, хотя бы слегка видеть это со стороны. Во-первых, я видел результат, что есть результат от ключа, а во-вторых, я видел, что у меня стресс. Я не могу с ним психологически справиться никак, кроме как упражнений. Да, но зачем ты приехал туда? Вот это вопрос, потому что они мне задают вопрос. У вас ролики там, то есть, по роликам мы можем научиться или надо к вам прийти или что? Ну, кто-то может, конечно. У кого-то, у тебя, наверное, такой стресс был, что хронический какой-то, да? Или что-то. Они же историю вопроса люди не знают. Не все могут собственные впечатления, вот я в том числе, я собственные впечатления-то я имею, а что с ними делать дальше, я не знаю. Хорошо, благодаря ключу я это увидел, что есть, помощь есть, а что с этим дальше делать, мне хотелось сделать следующий шаг. Меня заинтриговало мало того, что опыт человека ваш. То есть ты несколько месяцев применяешь сам по видеороликам, по материалам, видел, что это помогает, но тебе хотелось... Мне хотелось отдать свой материал, приобретенного опыта, вот в те руки, которые сможет распознать, что же это такое со мной, а как с этим дальше-то? Понятно, понятно, очень интересно. Ну, скажи, пожалуйста, вот ты приехал, так, и... Ну, я понимаю, что прежде чем распознать, что есть стресс, что я в этом состоянии, да, есть масса способов увидеть, как работает ключ по-другому. То есть получается, чтобы пользоваться ключом, нужен материал, нужен стресс, а это неправильно. Ну, в стрессовой ситуации навряд ли ты полезешь там в компьютер, будешь искать... Максимум, что ты будешь, это переживать и страдать. Нужно сделать над собой усилие, чтобы это выделить. Это опять же нужно над стрессом, из стресса выйти, для того, чтобы увидеть, что ты в стрессе. То есть много людей просто не понимают, что они и находятся. А стресс, в общем-то, для меня, для многих людей стресс – это очевидная ситуация, да, ну, потеря близких, там, или серьезная ситуация какая-то, да. А неуверенность в себе – это тоже стресс, только он микростресс, он маленький, или неприятность какая-то – это тоже стресс. И, в общем-то, таких стрессов, если мы будем рассматривать, вот ключ с точки зрения банальных вещей, просто неуверенности, хотя бы неуверенности. И благодаря этому мы вот сделаем шаг для того, чтобы почувствовать, как он работает. Всего лишь не хватает почувствовать, как же он работает. Слушай, вот ты меня сейчас наткнул, Юра, на интересную мысль. У нас есть такое понятие «измененное состояние сознания». Мы обычно под этим понимаем, там, транс. Ну, там, НЛП нас этому учила, там, разные методы, измененное состояние сознания. Хотя, вот, кинопиши, тоже измененное состояние сознания. Вот, на самом деле, оказывается, что нормальное состояние человека – это обычный какой-то, должно быть, критерий нормальности. Это творческое состояние. А всякое состояние – обиженное состояние, расстроенное состояние, раздраженное состояние – это уже измененное состояние. Это измененное, и это состояние тоже стресса. Да, это транс тоже какой-то такой ненормальный транс, неуправляемый такой. Если ты рассердился на кого-то, в гневе ты находишься, или там депрессия, так это и есть измененное состояние. А нормальное состояние – это творческое. Вот это интересно, да? Получается, что если ты осознаешь свою раздражительность, ты уже выходишь из этого состояния. Ты ее можешь локализовать. Ты понимаешь, что с этим стрессом ты можешь уже работать. И вот, наверное, само понимание стресса, оно несет негатив определенный. Когда человек говорит, я работаю с плечом, у меня стресс. Ну, есть такой шлиф негатива определенного, что слово «стресс» тебя пугает больше, чем сама ситуация. А если этот метод применять в ситуациях абсолютно счастливых и радостных, ну, для того же творчества, если я осознаю, что я в негативном состоянии, ну, мне просто грустно, или я переживаю за что-то, или я же могу сделать простую вещь, я могу просто-напросто, как обычно это делается, меня приводит напряжение в состояние трудное для меня, да, стрессовое. Я делаю шаг вперед в тот образ, который я хочу себе подарить. Да, вот это... Да, вот это... Да, вот это... Субтитры создавал DimaTorzok